Всем привет, дорогие телезрители, это подкаст «Мы обречены» и его постоянный ведущий Артём Малышев и Антон Комаров. Да, я постоянно некуда. Мне вообще постоянство второе имя. Где там наше... Блин, хотел какое-нибудь смешное обзывательство такое, чтобы не обидное, но смешное. Что-то вот не пришло сразу... Когда не знаешь, что сказать про Фила, говори про него «Филипп». Филипп, вот Филипп не пришел на подкаст опять. Опять, да, опять. Вот мы договаривались, а уже на две минуты он опаздывает. Ну, это, впрочем, нормально. Как жизнь у тебя? Слушай, в порядке, в порядке. Идет много всего. Много всего за пределами наших дел, творчества. Вчера снимали клип, например. Хорошо же. С пяти вечера до часу ночи фигачили вчера. Большой командой, короче. Свет, продакшн, дым. Десять человек массовки. В общем, весело. Где ты... Что такое? На какие шиши вы там снимаете клипы? Все за респект. Все вообще абсолютно. Все за респект. Люди просто, как сказать, ну... Хорошо ко мне относятся. Ну, давай рассказывай, что там за сюжет в клипе был? Что происходит в клипе? Ну, смотри, там песня называется «Инфо». Инфо? Да. И мы рассказываем про информацию. То есть феномен того, что информация сейчас — это и наркотик, и услада, и горе, и беда, и проблема. Вот. И человек, когда... В общем, слоган этого клипа — «Если информация перестала приносить тебе пользу, спи». Хорошие. Мне нравятся такие, да. Очень заставляют задуматься. Ну да, но при этом это, как обычно мы делаем, типа, не на серьезных щах, а очень иронично, очень по-клоунски. Какие еще серьезные щи у вас? Я хоть раз вообще у вас были серьезные щи? Вот хоть в чем-то, что вы делаете? Никогда не было никаких серьезных щей. Да. Мне при этом вот нравится, например, когда там условные какие-нибудь шортпаристы там делают, да, свои вот эти вот большие работы, типа, все такое красивое, и такое, знаешь, как будто бы это прям манифест какой-то. Да. Вот, но это классно смотреть, но я, видимо, просто и человек другой, поэтому получается и по-другому. Если кто, уважаемые зрители, не понял, Антон, у Антона есть группа «Вещь». Я решил сменить непло, я решил говорить со зрителями. Они чувствуют какую-то дистанцию между мной и ими, да, они думают, что я такой холодный и такой весь высокомерный, что я не общаюсь с телезрителем. Нет, это все был образ, актерская игра. Сейчас настоящий человек готов с вами общаться. Вот у Антона есть группа «Вещь». Они пишут странную музыку. Иронично. Вот, снимали клип. Да, кстати, сейчас хороший момент для того, чтобы нажать запись в зуме. Да? Ну, в целом, да. Ну, смотри, мы вот с тобой тоже за эти полгода, 2024 года, нормально так поэкспериментировали со всякими форматами. Вообще капец. И чё? Ну, я, типа, вообще не расстроен тем, что нас уволили. Ну, за пределами того, что это были хорошие бабки, и в целом было прикольно в этом смысле. Это помогало, в общем, освобождало сильно по жизни. Но, типа, кроме того, что мы попытались сделать фильм, и, кажется, его как-то досделали, всё остальное мне было делать, ну, прям чё-то иногда прям нудно очень сильно. Согласен, да. И как тебе быть уволенным? Вот ты поработал, сколько ты, почти полтора года поработал в айтишной корпорации. Ну, мне не нравится самый момент, ну, то есть, типа, это моё личное качество, я, типа, когда происходит момент увольнения, я такой, вот эти несколько дней, я такой, блин, мне точно нужно прямо сейчас найти что-то похожее. Типа, это было классно в материальном смысле, я должен сейчас снова починить эту машину, и, типа, ладно, я как бы смогу, вот. Но, в принципе, проходит несколько дней, и я расслабляюсь, и, кажется, ну, типа, смотрю на свои проекты, их дофига, и освобождается энергия сразу-то, обрати внимание, ну, как бы, вот можно в это верить или не верить, но, типа, когда ты головой всё равно сильно в другой штуке, ты не сильно думаешь про свои какие-то моменты. И именно когда нас уволили, мы придумали какие-то ещё вещи, которыми сейчас занимаемся, вот там, ну, втроём с Филом. За пределами контента, вот. Ну, может быть, мы сегодня про них ещё расскажем. Вот. И это произошло именно в момент, когда, ну, высвободилась какая-то, видимо, я не знаю, энергия. Я бы не сказал, что время, потому что у меня это не всегда занимало много времени, там, работа. У меня другие, конечно. У меня-то другие впечатления, абсолютно. Я уверен, что у тебя другие, потому что ты попал в монтаж документалки, типа, как режиссёр и как главный сценарист, и это полный пиздец, по-моему, ну, типа, по силам. Ну, да, у этого есть один плюс. Вот мы, значит, последний там месяц-два, это был кранч. Это был кранч, по-моему, в работе над документалкой. Зато после этого мне вот работа над всеми остальными нашими проектами кажется просто элементарной. Год назад, когда мы запустили шоу «600К в секунду», я думал, нафига я это с собой сделал? Это же очень сложно. Я же там просто умирал его делать. Я мыл вам в чате постоянно, пацаны, я больше не могу это монтировать. Пожалуйста, давайте закроем нахрен это шоу. Не хочу больше в нём участвовать. Увольте меня с него. Вот. И после этого, после того, как я вышел с кранча по документалке, мне надо было смонтировать «600К в секунду», я сделал это играючи просто, отдыхая головой, понимаешь? Это было так легко. Это было просто вот я... Это всё равно, что, знаешь, я в спа просто сел такой вот, расслабляюсь. Это вот я монтировал «600К в секунду». Это было элементарно. Блин, конечно, конечно. Всё, блин, пресловутая фраза, всё в сравнении познаётся. Тем более, что документалка всё равно была сложная не только потому, что это много материала, ещё потому, что, ну, типа, очень разнообразная команда, у всех разные мнения, и, типа, ну, как бы приходилось биться, как ты помнишь, за некоторые вещи. Да. Работать в команде – это был для меня самый большой минус – работать над документалкой, но в целом я кайфанул так, как никогда не кайфовал. Вот, пускай как бы мнение было сложным, как бы я не был в процессе, я много для себя понял, между прочим. Про себя именно? Про свою работу? Про то, что мне нравится делать. Про то, что мне нравится делать, про то, что у меня получается делать. А вообще нет такого, что тебе нравится, ну, типа, возможно... Это странный вывод, но, возможно, тебе нравится именно как раз, когда тебя работа ебёт прям жёстко. Мне... А ты не признаёшься в этом себе. Ну, смотри, мне было... Потому что я бы не вынес. Мне было тяжело на этапе сценария. Когда вот мы занимались отслушиванием материала, поисками концепции, вот всем этим нарезанием монтажных листов, прочее-прочее. Вот когда это делалась ещё такая первая рыба, когда вырисовывался просто сценарий из своего материала, это было очень сложно. И я был прямо... Ну, вот мне хотелось всё нахрен побыстрелиться, закончить, и не делать этого. Я начал кайфовать, когда вот как раз уже перешёл... Мы перешли к какому-то... Ну, как-то... Воплощению сценария. То есть вот первые черновые монтажи я вижу как сценарий документалки просто. И когда мы начали уже искать вот в этом во всём какое-то визуальное повествование, с аудиоповествованием... То есть чтобы превращать именно в кино вот это всё, сценарий документалки превращать в кино, вот там я кайфовал невероятно. Последние недели было вот самый жёсткий кранч уже по монтажу, когда мы буквально сидели и там вот каждую секунду пересматривали, как-то всё переделывали, переделывали, доделывали, доделывали, доделывали. И вот когда ты прямо видишь, как начинает рождаться кино, как она начинает напоминать настоящее кино, здесь я без устали работал с утра до вечера. То есть вот я вставал. Я знал, что там... Я специально вставал пораньше. У меня была энергия в какой-то веке вставать пораньше. Я шёл, завтракал, возвращался домой, мы садились. И вот это с утра до вечера мы с Пашей монтировали. И это вот когда я вижу, что получается в процессе, как она начинает выглядеть, как она начинает звучать, как вот наконец-то появляется из задумки на экране, выходит её ритм, темп, идея, и всё это начинает работать. Я такой, господи, какой кайф. Я понял, что я хочу ещё. Я понял, что вот это то, что я хочу делать. У меня был момент... Я понял, что режиссура, именно режиссура, я хочу узнать, что такое режиссура больше. Я хочу именно... То есть я всегда воспринимал себя как сценарист как рассказчика, то есть потому, что у меня кайфово будет писать. Но я понимаю, что я давно переставил кайфовать от написания текстов. Я вот периодически, вот последние тоже полгода, много чего заново пытался раскачать себя, чтобы писать что-то. И я ещё ни разу так не кайфанул, как вот именно от управления фильмом. У меня был момент, знаешь, какой? Я тоже параллели всё время провожу с тем, чем я занимаюсь там ещё сильно много лет и считаю своим делом там музыку. И вот нас сейчас... Мы сейчас пишем, можно сказать, что пишем довольно долго альбом, который вот... Знаешь, он первый, который получился так, что мы пишем песни, и мы их типа, знаешь, вот раньше было как, мы написали песню, условно говорили там 5-7 песен, мы их записали, и значит, что этот альбом, скорее всего, выйдет в ближайшие, ну, типа полгода, месяцев 8. Вот. И мы типа их сразу, вот как мы придумали, так мы их записали, выложили, хотя нас никто не подгоняет. Но сейчас так получилось, что типа там лейбл, чуть там юридические всякие штуки проходят, и нам выгоднее подождать, чтобы попасть в момент, когда лейбл юридические штуки решит, и мы попадем в хорошие промо с менеджерами, со всеми этими делами. Мы поэтому ждем. И пока этот материал лежит, мы его играем на концертах, и он переделывается постоянно. То есть типа мы сделали песню, она вот такой, она была такой 2 месяца, потом херак мы такие, поиграли и живем, не работает, типа давай переделать. Иногда 90% произведения меняется, она становится вообще другой песней. И это у меня впервые, и мне понравилось, потому что мне кажется, лучше получается. При этом я чувствую вот эту грань, типа, что это не нервозное переделывание, что мне всегда не нравится, а как будто я действительно, вот мне нравится лучше, я готов остановиться, то есть вот, ну как бы, но здорово, что у меня есть это время. А тут с фильмом у нас было совершенно не так. И поэтому у меня был момент, даже когда я работал над звуком там, даже над монтажом, хотя Паша действительно суперкрутой, и он отлично вот затащил этот месяц последний, но, типа, у меня был момент, что мне не очень нравится, я, типа, кучу компромиссов приходилось принимать, потому что суперсроки, типа. Вот. И как бы мне вообще вот так сложно работать было. То есть я уверен, что если бы этот фильм, типа, полгода еще полежал, можно было бы лучше сделать. Я думаю, что этот фильм, ему бы не полгода были нужны. Ему бы нужен был еще хороший бюджет, ему нужна была еще больше команды, ему нужно было еще более, то есть если бы я лучше умел еще и другую режиссерскую функцию, вполне именно организаторскую, нормальную работу с людьми, вот они как я, черти что там вообще, просто матом орать и все прочее. То есть если еще поездить, поснимать, если поговорить еще с людьми, если вот все прочее-прочее, вот именно реально доводить его до идеала, то он, в принципе, уже похож на настоящую документалку. Возможно, когда вышел этот выпуск, уже и фильм, может быть, вышел, потому что он сейчас вот уже на грани релиза, прямо последние-последние шаги. Но я думаю, то, что получилось, это вот уже, ну, по крайней мере, оно мне дало понять, кажется, то, чем я хочу заниматься. Да это классный вывод, это очень полезная штука. А у нас, между прочим, Фил пришел. Наконец-то. Ну, давай его пустим уже, наконец. Не знаю даже. Хорошо сидим и так. А сейчас наша партнерская рубрика «Сломода тех», где мы задаем ваши вопросы разным техническим специалистам и вместе разбираемся в разных профессиях. В гостях Лиза Ляпина, сеньор продакт-менеджер. За поддержку этого выпуска мы благодарны «Ламода тех». «Ламода тех» это больше 700 человек, которые делают моду ближе для миллионов пользователей «Ламода». Сейчас здесь разрабатывают и поддерживают более 200 внутренних систем. Создают дата-дривен решения, автоматизируют ключевые бизнес-процессы и развивают продуктовые практики. Как итог, 17 миллионов пользователей ежемесячно и оценка 4,9 приложения в App Store. Чтобы узнать побольше о проектах «Ламода тех» и о вакансиях компании, переходите по ссылке в описании. Ну что, Фил, начинай. Как много часов созвонов в неделю и что самое сложное в работе? Это очень злободневный вопрос. Мне, наверное, проще сказать, сколько часов у меня без созвонов. Ну, наверное, если 2-3 часа в день свободных есть, то это какой-то классный день. У меня есть куча времени заниматься работой без звонков. Ну, такое бывает далеко не всегда. Стараюсь ставить какие-то слоты, чтобы встречи с самой собой, чтобы я могла поработать, никто не отвлекал. Но кто-нибудь приходит, говорит, у тебя совсем нет времени в календаре, а встречи очень надо. Приходится жертвовать своим слотом. А по поводу самого сложного, наверное, вот многоруким шивой быть самое сложное, потому что делаешь параллельно кучу задач. У продакта же нет такого, как у разработчик, что вот определенное количество задач на неделю. У меня параллельно куча всего. И вот как-то с этим жить, ни о чем не забывать и не теряться в этом, вот это, наверное, самое сложное, что надо не забывать, еще не выгореть. Так что как-то так. Как фичи типа AI в терминале умудряются в roadmap залететь? Я как-то задумалась, есть ли у меня задача в бэклоге. Я вроде его только с утра смотрела, ее не было. Но, видимо, вопрос, как они появляются, да, эти задачи. Но на самом деле они могут появляться из каких-то исследований, из АБ-тестов, из работы с аналитикой. Может, кто-то из команды или извне приходит с какой-то классной идеей. Идей много разных. Бывают какие-то прикладного характера, бывают более безумные. Но в любом случае все задачи скорятся. И мы понимаем, какая из них выиграла. Такая, соответственно, и пойдет в работу. Но конкретно такой задачи у меня нет, слава богу. А AI в терминале это как-то плохо звучит. Я просто даже не знаю, что тут зачем и что. По-моему, круто. Звучит очень круто, но не совсем понятно. Следующий вопрос. Внезапно. Чем отличается работа продукта в строительной сфере и в фэшн? Ну, цели и задачи в целом как будто очень похожи, но отличается способ достижения этой цели и коммуникации. То есть, если мы говорим про строительную сферу, то она очень консервативная и очень сложно какие-то изменения привносить. И какая-то история с дипломатией, с нетоксичным, экологичным общением вот там вообще никому не нужна. Там, наоборот, приходится очень много сил и времени тратить на то, чтобы протолкнуть свою идею, какой-то авторитет завоевать. И иногда помогает более крепкое словцо, чем вот коллеги «Доброе утро». Но там реально приходится как бы сильно жать, чтобы получить какой-то эффект. Но, соответственно, в Ламоде у нас вообще какая-то другая атмосфера. Наоборот, все очень открыты каким-то изменениям ко всему новому. Нету вот этой консервативности и зашоренности. Не могу сказать, что одно лучше, другое хуже. Просто по-разному. И круто, что вот удалось работать в таких условиях. Так. Что же там такое? Как относиться к продакт-менеджерам с трехмесячных курсов? Вы проверяли, что я их не проходила перед тем, как мы начали общаться? Нет, не проверялись. Нет. Было бы эпично, если бы у меня такие были, но у меня их нет. На самом деле, я никак не отношусь, потому что нет прямой взаимосвязи между тем, что ты прошел курсы, сколько они там длились, месяц или три года. Ну, это не дает какого-то прямого влияния на то, каким ты будешь продуктом. Вот. Поэтому, мне кажется, важнее какой-то боевой опыт. Лучше, наверное... Курсы — это больше про какое-то вот видение, про формирование какого-то мышления, такой овервью. Но вряд ли после курсов ты просто придешь, откроешь тетрадку и вот начнешь работать продуктом. Вот. Поэтому, ну, ради бога, пусть проходят, но это не дает каких-то особых преимуществ, как по мне. Каково это отвечать за продукт, который наверняка разрабатывается кучей лентяев, работающих по три часа в неделю? Ой, сплошные провокации. Да мы уволили уже давно таких. О чем речь? Ну, вообще, мне стало даже интересно, что за продукт такой. Так можно вообще? Я просто, как в прошлом программист, я топлю за то, что именно так мы свою работу и делаем. Это то, как мир и свою работу видят программисты, и нам интересно, как вы с нами справляетесь. Я считаю, что они все такие, правда. Я к ним, ко всем по умолчанию отношусь именно так. Слушайте, ну, мне кажется, хорошему продукту нет смысла выбирать такой продукт и такую компанию, где вот так вот все расслаблено. Вот, интересно как-то себя челленджить и драйвить, но в любом случае там у каждого человека, у каждой роли есть свои какие-то мотиваторы, и, ну, наверное, можно найти, что человеку интересно, чтобы он все-таки не три часа лентяйничал, а классно работал. Блин, какие классные тебе вопросы прислали некоторые? Как ты справляешься с угрызениями совести, когда тебе надо заставить команду вечерить? Мне кажется, я продала свою совесть где-то на трехмесячных курсах, которых у меня не было. Да, на самом деле, не помню ситуации, чтобы я прям заставляла кого-то. Вот, ну, понятно, если что-то случилось или что-то горит, то все и так готовы во имя общей цели там поработать. Вот, поэтому не помню, чтобы заставляла, но давайте стараться работать днем, а вечерами, ночами отдыхать. Глядишь, и вечером сидеть не придется. Какие тут еще угрызения совести? Если в течение дня поработать, да, то, может быть, не придется ночью этим заниматься. Следующий вопрос, мне кажется, попадет. Ты никому не нужна и нужна всем. И знак вопроса. Можно знак восклицания, наверное, даже здесь поставить. Мне кажется, это просто наилучшим образом характеризует работу продакта. Мне кажется, у меня тоже время от времени возникает вот эта мысль, то, что с одной стороны, ну, продакт без команды, не может довести до конца, соответственно, какую-то идею реализовать проект. При этом ряд вопросов можно закрыть и без продакта, действительно. Но, с другой стороны, вот я участвую вообще во всех процессах, начиная от формирования идеи, там, ее какое-то формирование бизнес-требований, там, дизайн, исследование, там, приоритизация задач в квартале. То есть на всех процессах я есть. Поэтому, ну, вот действительно есть такой момент, что как бы ты одновременно и везде, и в каком-то смысле нигде. Но это философский вопрос. Вот, мне кажется, нужно в другой атмосфере. Кто должен создавать канбан-таблицы? И вот эти всякие гитхаб-воркфлоу, когда случится это, сделай то, это больше менеджерская задача или же разработовская? Я бы ответила в целом, наверное, да, кто должен заниматься организацией вообще процессов и работы команды. Но в каком-то идеальном мире это должен делать проект. И вот впервые в Ламодио она у меня есть, и я очень счастлива, потому что оказывается куча просто времени вот на какую-то организационную деятельность у меня сейчас освободилась, я могу больше концентрироваться на продуктовой части, но как бы если брать более, наверное, частой ситуации, когда проекта нет, то это ответственность продакта и тимлида совместными усилиями реализовать вот этот процесс. А от разработчиков, мне кажется, ожидание больше идти по этому процессу, там вовремя у задачки статус, может быть, поменять, но само формирование вот тимлид и продакт. Опять этот вопрос? Если бы ты была общественным транспортом, то каким? Вы давно на маршрутках ездили? У меня встречный вопрос. Давай упрощу, может быть, помните вот этих водителей, которых, знаешь, коленкой они рулят, одной рукой сдачу сдают, второй там что-то на радио делает, курят без рук, и вот это все одновременно. Вот мне кажется, что я скорее водитель вот такого общественного транспорта, я водитель маршрутки в каком-то смысле, потому что у меня, опять же, куча всего, все очень разное, все надо делать одновременно, так что я скорее вот так себя ощущаю, как водитель маршрутки. Передайте, пожалуйста, возьмите. Сдача. Ты управляешь продуктом, его развитием и бизнес-метриками. С такими скиллами грех не построить собственный продуктовый бизнес. Задумывалась ли ты, почему нет? Я даже не знаю, какой собственный бизнес может сделать продакт, кроме какого-то инфобизнеса. Вот, но на самом деле для меня как будто не очень привлекательная история сделать что-то свое, что работая с компанией, у тебя много ресурсов, много возможностей, у тебя продукт, которым пользуются, ну, миллионы людей, у тебя есть классная команда, ты кого-то учишь, тебя учат. Когда ты сам на себя работаешь, как будто в этом плане, ну, именно с точки зрения продакта, ты очень сильно ограничен, и плюс нету возможности, ну, сказать, что сегодня я работаю там в фэшене, завтра в стройке, послезавтра в фуде, а у меня такая возможность есть, и для продакта важно, наверное, в ширину развивать свою экспертизу в том числе, поэтому работать с компанией сейчас более для меня интересно. Где ты был? Ох. Почему ты опознал на запись подказа? Я был на массажном? Ну, пёса. На массажном столе. На самом деле я этот, пока, ну, то есть я всё грамотно рассчитал, а там пока парковался, пока и бучи и тайцы заградили мою тачку, пара рабочих созвонил. Знаете, какой прикол, смотрите, пока один на массажном столе, другой на монтажном столе. Yes. Наконец, возвращение каламбуров. Да. Так, у меня ощущение, я хочу вам передать управление этим подкастом. Мне кажется, вы вот собрали подкаст, назовём его нашим «Аль-Классик», когда мы с тобой обсуждали Куджо, вот Куджо без гостей это «Аль-Классик», вот у нас мы обречены без гостей, это наш какой-то, тоже надо придумать. Мне не нравится название «Тройной Эдиколон», хотя, в принципе, что-то в нём есть. Кстати, класс. Я никогда не продумал, я никогда не думал, что слово «тройной» надо продолжить словом «Адиколон» и получится ещё лучше. «Адиколон». Ну так вот, вы что тут хотели обсудить? Это просто хороший человек, не пошлый. Ну да, хороший человек. Что у нас сегодня за важные темы, которые надо обсудить без гостей, чтобы они нам не мешались? Ну вот, я начал в начале, когда мы с тобой вдвоём разгоняли, говорить о том, что когда мы с тобой уволились, у нас появились внутри сразу какие-то новые проекты, начали появляться. Ну, возможно, у меня в голове. У тебя в голове. Это не у меня в голове начало что-то появляться. Но как бы круто, что мы этим всем сейчас занимаемся. Ну, можно типа рассказать про то, что мы сейчас придумали с визами талантов, например. Ну, давай начну сразу. Я, вот вы пришли ко мне с этой идеей. Ну, Фил, по-моему, предложил. Фил пришёл с идеей. Смотрите, мы можем, вот люди хотят собрать себе медиакейсы, чтобы приложить к заявке на визу талантов, и вроде как это работает. Я такой, ну, ну, хз. Такой, давай, Тёма, пиши пост, чтобы люди к нам пришли. Вот они придут, увидят, что это всё работает. Я пишу пост. Блин, написал, конечно, письмо. Я пишу, я считаю, просто гениальный пост. Я такой, как сделать просто развлекательный пост, в котором ещё и типа, ну, реглам. Я сочиняю просто какую-то херню про то, что кто-то нами воспользовался и получил с помощью нашего подкаста «Без талантов». И народ пошёл так, кто же это был, кто же это был. Я на полном серьёзе, что-то какой-то конфликт искать, нас ругать за то, что мы это типа вынесли, думаю, что он не имел права, он вообще-то вам контент принёс, вы вообще гостям должны платить. В общем, поднял кучу всяких разных вопросов и обсуждений, но только не принёс ни одной заявки. Ноль вообще. С художественной точки зрения охуительный пост. С художественной точки зрения. Вот я такой подумал, что вот, ребят, по всем вот этим бизнес-делам, это вот вы две акулы, вы два молодца вообще. Я в них не шарю ни хера. Что вы там за бизнес придумали, простите, пожалуйста. Я такой же зритель, как все наши зрители, с которыми я теперь решил общаться. Ну, у нас был кейс с Ваней Мешковым же, да? Да. У нас на самом деле всё гораздо раньше началось. Мы же, когда, помните, мы только начинали подкаст, и, ну, мы хотели им зарабатывать. Естественно, две тысячи просмотров нам ничего такого не давали, и у нас была одна из стратегий развития, мы же сделали чатик с сообществом. Стали этих чуваков, которые приходили к нам просто дружить, мы такие, а давай мы тебе статью напишем. Мы, типа, умеем, мы берём там твой опыт, прикладываем к нему наше гениальное видение. И мы так, бам, с Владом Теном зафигачили, бам, с Пашей Новиковым, бам, с Кирой сделали, по-моему, ещё с кем-то, ещё с кем-то, с батюшкой Лениным. Короче, вот со всеми этими типами, которые были в начале подкаста первыми словно фанатами, мы сделали их своего рода звёздами. Просто... Мне немножко кринжит от всего этого пафоса. Сорян. А ты не заработаешь, вот поэтому у тебя и одна заявка. Ты такой, ну-ну-ну-ну-ну-ну, немножечко подработать денег. Точите бабки, блядь, принесите нам деньги, ледишь, что-то и получится у вас в жизни. Да, так и получилось с Владом-то плюс-минус. То есть мы же тогда просто собирали сообщество, Влад нашёлся, и как бы он и сам говорит, что если бы не мы, он бы, скорее всего, и не был там известен настолько, насколько он известен, и люди бы не задавались вопросом, когда он в следующий раз удалит свои соцсети, например. А сейчас всем интересно это очень. По-моему, так и было. Мне понравилось, что Антон Назаров стал повторять за Владом. Думаю, что в этом дело. Берёшь, удаешься. Короче, никакого пафоса. Тебя, ты, Тём, меня точно так же, можно сказать, раскрыл. Ты пришёл ко мне и такой, давай напишем про эту твою хуйню программистскую. Мы с тобой написали, хуяк, 50 статей в той, Пехавра, 50 подряд, ноль провалов, просто все, без исключения. Каждая самая лучшая из всех, что там вообще были написаны. Хуяк топ за неделю, хуяк топ за месяц, хуяк топ за год. Ладно, это было пафоса. На самом деле, там до хуя было неудачных, но мы их поскрывали. Вообще идея с визой как бы мне легла хорошо вообще на мой ход мыслей и вообще сознанием, потому что у меня у самого куча знакомых, которые не из IT, но типа получали визу таланта, в частности, англестовую. И типа, это кажется, что это такая эскапада сложная, но типа можно на самом деле. И решает очень во многом типа именно медиа-кейс. То есть если у тебя есть появление в больших ютуб-каналах, статьи, у которых там, ну, которые крепко, классно написаны, у которых много плюсов, которые выходят там на разных медиа. Вот. И эта штука, как бы мы вот помогаем сделать и это условно. Мы, естественно, не гарантируем, что визу дадут и прочее. То есть типа, мы знаем, что мы можем, мы это предлагаем. Кажется так. И вроде бы норм план. При том, что у меня тоже идея-то появилась. Я же сначала сам это попробовал сделать. Когда мне тут полгода назад и ко мне тоже много людей пришли. А идея от того, что, ну, сейчас все одержимы этими визами. Все попереезжали кто куда, что, грубо говоря, если ты сидишь в Тае, в Грузии или в Казахстане, это у тебя перевалочный пункт и у тебя есть какой-то большой план, большая идея. Вот виза талантов заебись, потому что она лучше, чем рабочие визы и так далее. А еще прикольно, что мы, по сути, никакого хака не делаем. Мы не делаем вид, что чувак талантливый или чувиха. Мы такие, о, давай про весь твой опыт расскажем, затащим на YouTube-каналы, сделаем с тобой статьи, рекомендации. Я посажу их в ПК на своих конфах, потому что они мне нужны. Мне нужны чуваки, которые будут следить за докладами. И это работает. Ну, то есть вообще вин-вин-вин-вин-вин. У нас же появится куча друзей новых, у которых есть какой-то медиавес, а самое главное, это же еще важно не только для виз. Вообще, офигеть, насколько много вещей, для которых это нужно. Те же... У меня сейчас новый партнер, который делает стартапные визы в Испанию, например. И там тоже нужен медиакейс, чтобы про твой стартап написали. А с этим мы тоже можем помочь. То есть это... Берешь крутых кодеров, прикладываешь к ним крутого Тему-писателя, хуяк магия, хуяк магия. Я рад, что ты это упомянул, потому что, да, я... Большой вам респект, пацаны. Вы прекрасные плещете бизнес-идеями, вы всегда знали, как заработать бабки на этом подкасте. Простите, что я всегда в этом мешаю, своими, блядь, творческими хотелками. Чтобы вы понимали, мы как-то с Антохой заработали очень много денег, Тёма их выкинул. Вот мы в студию принесли много денег. Это что, деньги? Мы творчеством здесь занимаемся. Мы здесь занимаемся творчеством. Не надо продаваться, проклятые капиталисты. Ну так вот. Вытянул бабло. Да, вот вы все молодцы, вы придумали бизнес. И такой, ну хорошо, что у нас есть прекрасный писатель Тёма, отличный редактор, который знает, как сделать видосы, знает, как всем писать статью. Я такой, а сколько их там народу? И такие, их до хера. Я такой, то есть, это им все надо сделать видосы и написать статьи теперь. Хорошо, я понял. Так что, если пацаны пришли сюда говорить, что приносите нам заявки на визу талантов, я сюда с другой целью. Пожалуйста, кто-нибудь, придите мне помогать с текстами. Кто умеет. Да, если есть редакторы, короче, особенно, которые, типа, шарят в IT или хотя бы там чего-то как-то и умеют писать, приходите, мы с удовольствием, короче, и заплатим вам денег. Да, я тут запустил себе, решил себе найти вот такую команду Writer's Room, да, знаешь, вот есть шоураннеры, у шоураннера есть Writer's Room, где вот сидят писатели, еще они там помогают писать. Я запустил себе программу стажировок, типа, давайте вот постажируемся, а потом, когда мы все вместе научимся и сработаемся, будем уже фигачить на проектах. Ну, это, конечно, стажировка в первую очередь для меня, наверное, посмотреть, как я буду вообще с людьми работать. Умею я это делать, все еще плохо, все еще учусь, вот. А вы уже приходите, так, Тема, работаем, мы должны зарабатывать деньги. все поджимаем. Ну, подождите, я еще не выставил себе редакцию. Короче, все. Артем, сука, малышев, возвращаясь к теме твоего поста, где ты пытаешься извиниться за то, что ты делаешь, когда ты пытаешься нанять кого-то к себе в редакцию, не надо говорить, что ты не умеешь с ними работать. Ты говоришь, я, блядь, самый лучший начальник, которого когда-либо видела планета Земля. Я просто наставник и учитель уровня, как минимум, Иисусе Христово, нашу великую. Ну, давай не будем врать, во-первых. Я могу, если ты хочешь, чтобы я себя хвалил, я могу себя похвалить. Я и правда очень хорошо пишу. Я и правда прекрасный редактор. В плане творческих вопросов... Оставим только это, ладно, да, Тим? В плане творческих вопросов мне нет равных. То есть, да, когда я вот говорю, что, как делать, там люди реально от меня набираются очень крутых вещей, потом начинают их использовать. Это правда так. Но как менеджер, как человек, который чем-то управляет и делает какие-то процессы, и вот это все выстраивает рабочую среду, тут, конечно, мне нужно, чтобы кто-то вот пришел. Вот знаешь, вот как с Антохой, мы отлично сработали с Антохой. Вот у нас с Антохой рабочий тандем фил, ты не представляешь просто, вот я вот этот вот хожу, и хаос творчества постоянно, что-то, а давай вот так, Антоха такой... Мне нравится, как он себя изображает. Антоха такой, сегодня, чтоб текст сдал. У Антохи все под контролем. Тема, ну-ка перезапиши мне вот этот кусок. И я иду, и вот понимаешь, вот такие обязательные вещи, Антоха все держит в железном кулаке просто. Все, такой, Тема, ну-ка придумай что-нибудь. И я такой... Да это, это, короче, происходит не потому, что я... Нет, потому что я такой человек, но еще и потому, что, типа, я же вас освобождаю от ебли головы со стороны партнеров, которым эти тексты нужны. Они приходят ко мне и такие, а где? А я такой, а, блядь, сейчас узнаю. А ты такой, а Тема там вот так ходит. Да, Тема вот так. Это правда, это правда. Вот поэтому, если кто-то еще придет ко мне помогать, и кто-то умеет уже работать в редакциях с текстами, с видео, за деньги помогать. Да, я, ребят, я открыт, давайте вместе работать. Я пойду камеру перезапускать. Да, а то эти чуваки из меня все выдают. Своими бизнесами. Слушай, на самом деле, я вот как-то компанию построил так вот, без этого умения обойдясь. Ну, типа, у меня сейчас полная личка, типа, эй, Фил, приди на созвон. Фил, когда зарплата. Эй, Фил, найди нам спикеров туда-то. Эй, Фил, сделай это. Я тебе просто вот что скажу, Фил. Ты, как бы, может, думая, что ты этим должен заниматься, да, но это вообще тоже не твой главный скилл. Типа, организовать тебе твой. И самый лучший скилл это вот именно собрать людей, вдохновить их что-то делать. Типа, вот это вот, научить вот всех вот так вот сейчас. Ну-ка, быстро в себя поверили, ну-ка, сказали, что вы это. И все такие, ну, хорошо, сейчас скажем. Они так делают только, блядь, до дня зарплаты. Ну, а вот, вот, вот. Наступает, а они такие, типа, мы больше не вдохновлены. Вот, твое проклятие в том, что думаешь, это можно прийти, один раз всех зарядить, и все будут сами все делать, да? А все такие, на порыве от разговора с тобой, пар денечков что-то поделали, заведенные, а потом такие, блин, а мы все-таки говно, а мы все-таки, у нас ничего не получается, извините нас, пожалуйста, мы плохие. Филок приходит, так, ну-ка, нахер. Ну-ка, взяли себя в руки, все опять берут себя в руки, опять два дня пахают, как заведенные. Твоя работа постоянно ходить и всех вдохновлять речами. Вот твой супер скилл. Если говорить про ребят, которые теперь наши клиенты, это не то же самое нифига, что писать для корпоративного партнера текста. Ты будешь личные истории фигачить. Ну, не ты, мы как организация, это, как сказать, в этом гораздо больше смысла. И это приятно, когда это получается, потому что когда ты там, я не знаю, когда мы, помните, корпоративным блогом писали статьи, нам же было не очень важно, мы не следили за тем, как они заходят, не воспринимали их лично. А тут у тебя же система, при которой каждый из чуваков или чувих, которым ты поможешь, с которыми у тебя сработает, он навсегда становится твоим другом. И типа это охренеть, как перспективно потом. Вот про это я и говорю. На пару дней я уже чувствую, что заряжаюсь немножечко. Сейчас уже, в принципе, можно пойти и вот там поразбирать всякие уже текстики, да? Ну, есть такие вещи, как контрактные обязательства, им похуй уже становятся, заряженный ты или нет. Ну, то есть ты типа либо вернешь деньги, которых у тебя уже, естественно, не будет никаких. Вот. Либо тебе придется работать. Заряженный. Поэтому еще раз напоминаю, пожалуйста, шлите резюме по ссылочке в описании. Обязательно. В видосах тоже. Помните, у нас вначале была идея звать просто людей. Типа не только каких-то известных, а просто вот Вася, ПХПшник, приехал в Иваново, мы садимся записываемся, получается охуенно. И в этом я тоже вижу дохрена смысла, что есть люди, которые почему-то сами в какой-то момент бросились писать про весь свой опыт и рассказывать, а есть люди, которые это не сделали. Но если с этими вторыми поработать чуть-чуть, чуть-чуть тут и прикол, что мы не собираемся за них все делать. На выпуск ты их просто зовешь и говоришь с ними. Со статьями ты задаешь им гору вопросов, редакторы собирают это в классный материал. С нашими идеями, с нашими, там, типа, лекалами, с нашей поддержкой медийной. Это не так страшно, как кажется. Это приятно. Особенно, когда результаты прилетят. Особенно, когда прилетят результаты во-первых, ты увидишь, как остальные начнут работать из них, не из нас. Потому что при этом ты же... Это сообщество. То есть мы не просто, типа, хотим набрать клиентов, такие, вот, пришел, мы обработали пока, пришел, обработали пока. Не, ни хера. Сформировать сообщество с базой знаний своих, с историей, что они все друг у друга могут консультироваться, поддерживать, идеи вместе накидывать и потом оставаться в нем постоянно, чтобы это более-менее самовоспроизводимая история была, чтобы как у нас и получилось с изначальным сообществом, мы обречены, как у нас, у меня получилось с этими переделанскими сообществами. Я с любой своей проблемой в них иду, и мои проблемы решаются, вот с любой. И мы сделаем новое. Только в этом еще и все будут успешные мужчины и женщины, которых две самых, одна из самых крупных государств в мире признала дохуя талантливым. Как сладко стелет, да, Антон? Мне нравится. И главное, не поспоришь. Да. Вот мы с тобой, вот мы с тобой когда зашиваемся в монтаж какой-нибудь, вот что-нибудь творческое, вот мы сидим, вот работаем, мылые, да, вот я вот на тебя только лью своей грустью и нитьем, да, вот не хватает. Человек, который придет, скажет, заебись все так, ну вот ништяк же вообще. Выебем всех. Да. Не хватает, не хватает, конечно. А ты думаешь, они не будут вот пытаться написать сказ? Сказ о том, как мы рефортируем. Они будут пытаться написать сказ. А ты знаешь, что они делают? Они берут и все антипаттерны, какие только можно, в текст хуярят, и в тексте, где охрененная суть, через него невозможно продраться, потому что он отвратительно написан. Его писал умный, интересный, глубокий, сука, человек с большим опытом, но никто об этом не узнает, потому что это сказ о том, как я переписывался реактор на ангуляр свое никому не нужное говно. И здесь появляешься ты. Как круто. Это звучит как сценарий. Ебем. И чем больше будет получаться у них, у каждого из них, тем более известные и богатые будем мы. А чем более известные и богатые будем мы, тем больше будет получаться у каждого следующего из них. А те, кому мы уже помогли, давно помогли, они заплатили нам огромные деньги и уехали талантить в США, они там в США, я так понимаю, бедствовать тоже не будут. Ну, типа, не из вот этой серии, то есть, не в трейлерном парке будут. Они пойдут к нам опять за помощью, они скажут, а я опять хочу. Опять хочу вот хуйнуть. Я опять хочу почувствовать это ощущение, когда мое видео релизится. Да. Не братан. Ты, сука, обратился. по адресу. Ты пришел к нужным людям. Расчехляй, Андрюха, свои истории. Я, короче, я как вампир, знаешь, вот вампиров пугает чеснок и яркий свет солнечный, да. Вот я тоже, вот человек, смотри, позитивный человек, и я такой... Яркий свет успеха. Да. Ой-ой. Видели бы вы меня дней шесть назад называют позитивным. Что у тебя было дней шесть назад? Что у тебя было дней шесть назад? Ну, я не просто так пошел публично писать, что я больше не пью. Это не, типа, не какой-то космический щелчок в голове был. Вот говорят, чтобы, типа, возвыситься, тебе нужно упасть на дно и хорошенько от него оттолкнуть. Вот первую половину проблемы я решил. То есть ты воспроизвел, наконец, свою мечту, я уверен, ты оделся, как настоящий джентльмен в дорогой костюм. Набухался и лег в канаву. И в канаве заблеванный в костюме джентльмен на дорогом ты лежал, и все такие, ну, джентльмен перепил, ему надо помочь. Ты не поверишь, но практически так, только я еще был... То есть я был в костюме и в арафатке, в этой мусульманской одежде. Так. Вот. И канава была у аэропорта, где я, типа, куда я приехал встречать свою семью. Ну, типа... А до аэропорта, братан, до аэропорта ехать часа полтора. Ну, то есть я же еще туда как-то доехал. То есть ты... Охренеть. То есть ты приехал... Я спланировал Бухаловку так, чтобы успеть потом отойти, поспать и все дела. Так. Но, к сожалению, к тому моменту, когда надо было ложиться спать, я такой... Еще по одной. А в какой-то момент останавливаться было уже бессмысленно. Ну, то есть уже не было. То есть уже все равно пиздец. И я такой, ну, раз уж пиздец, то... То с песней. Ковырофатки. То есть ты... Ну, теперь я преисполнился, очистился. Я вот без семьи провел полтора месяца. А можно вот... Подожди, я хочу подробности. Я хочу драматичных подробностей. Видишь, наконец-то не позитив, наконец-то дерьмецо, и я видишь, я расцветаю. То есть ты, вот, получается, решил не спать. Еще по одной, еще по одной. И ты вот в таком состоянии сел в машину. Да. Проехал и пиздовал через нахуй весь остров. Ты не убил никого, я надеюсь? Нет. Заехал не туда, проехал минут 15 по встречке. Угу, блин. Просто потому, что я заехал не туда и понял, что я не успею, типа, сделать круг, а там... Вот. И приехал встречать, и еще где-то минут 15 меня не спаливали в каком-то состоянии. А, то есть ты как бы не успел протрезветь? А, и в канаву ты... Это же близко. Ну, канавы не было, была вот эта вот метафорическая канава. А, я думал, ты, правда, приехал такой, семья выходит из аэропорта, а там ты в канаве валяешься в арафатке. И в костюме. Канава метафорическая, к сожалению. Я как-то до них добрел, встретил их, вот, и где-то в начале обратного пути они поняли, что здесь происходит. Я был в арафатке, в темных очках такой загримировался. Не помогло. Блин. И, ну, типа, это не помогло, потому что у меня бутылка рома в подстаконнике, в машине стоя. Так я понял, что мужчина моего возраста не должен оставаться один. Вот он не должен. Я не готов был к этому. Я начал встречаться с женой в 16 лет. В 16 лет у меня была жена, которая занималась тем, чтобы я останавливался. и вот я остался один. Мне кажется, если бы был какой-то братанский суд, я бы был сейчас вот абсолютно оправдан, потому что, ну, я не был готов. Успех! Я бы... Нет, я думаю, часть... Я думаю, ты же... Что? Нет, я... Да, братанским судом ты абсолютно оправдан, конечно. Но, типа, я считаю, что ты за такое должен получить братанскую затрещину. Ну, типа, любой братан, который бы тебя увидел делающим это и идущим на это, должен был тебе выписать бы братанского леща. И это был бы очень полезный братанский лещ. Я в этот момент оказался не с тем братаном, он мне еще и тысячу баксов дозанял. Объективно говоря, и, наверное, ты, Тём, тоже, ну, хрен бы, я бы позволил сесть в машину пьяному другу. Да, прям, если он сильно пьяный. Здесь, это, короче, пацаны, это культурная хуйня, она меняется, к этому привыкаешь. То есть, если ты живешь там, где абсолютно все всегда водят пьяными, я, типа, в России же за всю жизнь там ни разу пьяный не сел. Здесь табу снимается. То есть, если бы ты здесь был вот тем человеком, который бы кому-то за это выговаривал, ты бы только этим и занимался. И, ну, реально, просто вот это, как, знаете, как теория разбитых окон. Здесь это нормально, а самое главное, здесь за это ничего не будет. А еще... Ой-ой-ой. Да нет, нет никакого еще. Ну, а ты вот уже потом, когда все это прошло, ты прокручивал в голове, чем это могло кончить. Мне просто интересно, как твой мозг работает в этом. Ужасно вообще. Ну, типа, ты выводы сделал, я прямо ужаснулся, на самом деле. Это адски. Я, когда переехал сюда, я такой, о, нихуя, можно пьяным за руль сесть. Пару раз сильно пьяным по чуть-чуть проездил, один раз на байке разложился и такой, нахуй, все. Вот. Ну, и с тех пор ездил, так, может, пиво или два выпьешь. Угу. А тут, ну, короче, когда ты, типа, вот так вот пьяный, тебе... Это было не самое хуевое из тех решений, которое я в этот день принял. Вот что. Мне даже страшно слушать про следующее, еще более хуевое решение. Нет, самое хуевое решение было, типа, в смысле, продолжать пить после, там, суток, когда я пил, еще продолжать пить, абсолютно точно зная, что семья, которую не видел меня полтора месяца, приедет, и, типа, вот это решение гораздо хуже. То, что я там поехал, это не так страшно. Я понял. И как ты сейчас справляешься в плане того, и как ты планируешь справляться, типа, чисто на самоконтроле вывозить? Ну, нет, нет, я терапевта нашел. Нашел. В смысле, мне кот посоветовал. Вот. Публично закоммитился, что вот пить не буду, при том, что, ну, типа, мужики, у меня нет зависимости. Ну, в том смысле, что если я несколько дней не пью, у меня нет такого, блядь, я хочу выпить. Так зависимость не только в этом. Да, кстати. И она не несколько дней проявляется. Ну, типа, я тут не так давно, что-то полтора месяца не пил, было прикольно. У меня нет такого, что меня тянет побухать. У меня есть такое, что вот сегодня какая-то классная тусовка намечается, и мне хочется, мне хочется тусануть. Причем, ну, типа, не так уж и важно, чем именно. Но, короче, для меня вот эта история, когда я набухался ровно, тогда, когда этого делать было абсолютно нельзя, она стала водораздельной. Ну, типа, если до этого я мог сколько угодно ходить и говорить, все под контролем, мне так нравится, все правильно, то здесь-то уже нет. Напугался, что? Дел дохера людей, которые от меня зависят, просто вообще дохренища. Ну, начиная от семьи и заканчивая там сотрудниками, партнерами и так далее. Прямо страшно стало. Резонно. Ну, кстати, насчет алкоголя. Я вот в этом году распробовал безалкогольное пиво. По-настоящему распробовал. Типа, я не знаю, почему у меня просто не было никаких событий с этим связанных и состояний физических, но я что-то... А, ну, у меня давно такое было, последние, может, года два-три, что мне, когда я сильно пьяный, я очень сильно перестаю себе нравиться. Я, типа, ну, очень странно себя как-то вести начинаю, думать странные вещи. Типа, в общем, мне не нравится. Чем дальше, тем меньше нравится это состояние. Топ-три самые странные мысли, когда ты пьяный. Я енот. Нет. Ну, нет, конечно. Ну, типа, просто в коммуникации с людьми. Я просто... И еще мне не нравится, что я не помню ни хера. У меня вот такая фигня есть. Это, наверное, связано с каким-то чисто физическими состояниями здоровья, потому что я могу выпить довольно немного, там, условно, там, ну, не знаю, для меня раньше было немного, там, ну, 4-5 пив, и я даже после этой дозы, в принципе, какую-то часть вечера могу забыть. И это... Мне не нравится это. Это странно. Хотя я мог даже ничего плохого не делать, но это фейковое чувство вины, что я... Что, может, я что-то не помню. Вот оно дурацкое. И, короче, ну, суть в том, что я начал... Ну, в России довольно много вкусного безалкогольного пива. Я не знаю, как в Грузии, в Таиланде, но меньше. О, да, тут есть. Вот такой безалкогольный пиво. Есть, да? Вот. И я понял, что, например, вот охмелённые штуки, типа ПЛА или какие-то безалкогольные, вообще отличные. То есть, типа, они вообще по вкусу такие же. То есть, это нет такого, знаете, вот этого из нашего детства истории, что тебе безалкогольный пиво дает хуйня вода вообще. Моча ебаная. Вот. И оно прям, ну, нормально, вкусное. И, типа, я не понял разницы. То есть, я такой, типа, ну, в компании могу пить безалкогольный, теперь, в общем-то, как будто то же самое ощущаю. И толерантность изменяется из-за этого. То есть, я теперь такой, это не то, что я полностью отказался, но когда я, например, выпиваю теперь алкогольное, условно, если мы о пиве говорим, то, типа, пару пив, и я уже такой, прямо, ну, нормально на веселье. И как будто больше не хочется. Вот. То есть, это как будто, ну, для меня это прям плюс. Я в Дубае, как ни странно, тоже заценил безалкогольное пиво. Ну, потому что там алкогольного нет. Ну, есть его там, трудно найти. Вот. И я, короче, а там дохрена безалкогольных пивцов повсюду. И я их все время с томатным соком мешал, и мне вообще супер в кайф. Штек. Вот вы про безалкогольное пиво говорите, но у меня вообще произошло странно. То есть, я вот не пью уже, ну, больше полугода вообще. И у меня пропала нужда и в принципе, и в безалкогольном пиве. То есть, когда ты пьешь безалкогольное, нахрена тебе пить именно пиво, когда, например, лимонад вкуснее? Ну, фанта, блядь, фанта вкуснее любого безалкогольного пива. Ну, это, братан, это очень вкусовщина. Мне нравится вкус пива реально. Типа, я люблю, и квас, например, я тоже очень люблю. Мне больше нравится, чем лимонады. Да оно вкусное. Оно вкусное бывает. Но, типа, есть много гораздо более вкусных вещей, и я не понимаю, зачем. У меня и к пиву пропало страсти и к безалкогольному, в принципе. Но вот про зависимость. Один раз, один раз за все это время я выпил, когда приезжал кот, мы снимали сезон Доктора Кота, и в один день он такой, ну, просто приехал в гости, такой, тебе взять пивка. Я говорю, ну, возьми баночку. Он взял парочку. Я выпил парочку. И вот когда я их пил, я был невероятно расслабленный, невероятно счастлив, мне было очень хорошо, и я был готов бухать без конца. То есть ко мне вернулось, как будто вот этот демон проснулся опять внутри, да, который говорит, еще по одной, еще по одной. И я такой, Жень, давай еще возьмем пиво. Он такой, нет. Я говорю, ах ты сука. Ну, в общем, знаешь, ты начинаешь раздражаться от этого, да? Но в итоге мы не стали. Утром я проснулся, такой, хорошо, что не стали пить дальше. И с тех пор, в принципе, ну, вообще решил. Даже вот когда просто, я себе до этого, я себе такой, я типа бросил пить. Но если что, если с кем-то, что-то иногда там по кружечке, может быть, выпью. Сейчас я решил, что вообще, но нет, ни в коем случае, потому что вот этот демон просыпается, когда ты долго не пьешь. Я не пил много месяцев. Я выпил. И я такой, пока я не напьюсь в сракотан, пока я не вырублюсь в лужу блевоты своей, я буду пить. Вот у меня было такое желание. Я не хочу, чтобы она просыпалась. Ты как будто все это время, ну, пытаешься отпить за все то время, что не пил. Да. Я тогда тоже поизучал зависимости, и это реально так работает. И это жутковато. Вот. А еще я полтора месяца вот тоже один был, и я скажу так, я достаточно подбухивал. По своим меркам даже очень много. О, мой гад. И, короче, гораздо больше, чем я обычно, когда я пью много. Вот. И что, это уничтожило и все остальное время. То есть не только то, что ты пьешь, еще и то, что в промежутках. Вот. И, типа, вот. И я к чему про это вообще все заговорил? Ты говоришь про позитив. Угу. Ну, вот. Сейчас я его в себе где-то нашел. Ну, я сейчас вообще прям перестроился. Типа, все, я тут суперсемейный у меня. Я по врачам начал ходить, плаваю, сейчас на бокс записался опять, работаю много, но. Надеюсь, я таким и останусь, потому что я был... Хорошо, что меня здесь никто не видел вот в это время. И мне, в общем-то, относительно хватало ума писать в хлам пьяным только, ну, условно, вам. Таким, как вы. И он такой, понимаешь, вот когда мы узнали, что наши жены улетают, да, я оставался один на месяц, он оставался один на месяц. И у нас был, типа, план, ну, типа, Фил, прилетай. Говорю сюда. Он такой, ну, прилечу. Я говорю, ну, только у меня рехаб. Ты прилетишь, у меня рехаб вообще. У меня здесь, мы будем жить трезво, спокойно, ложиться там 10 часов вечера. Ну, братан, надо спереди. Если бы я приехал. К бабушке, к бабушке на каникулы. Ну, и это было бы, да, это была бы битва обогревателей и морозильника. Ты понимаешь, да, что обогреватель всегда выигрывает, потому что морозильник очень сложная хуйня, а обогреватель это тупая, простая хуйня. Выпей, и хорошо будет. Все, у тебя там, в непьющего тебя вот миллиард надгромождений, хитросплетений всяких смыслов, объяснений самому себе, лжи и так далее. С бухлом все просто, выпьешь, будь заебись. Не факт, братан. Не факт, не факт. Я бы на тебя опять разозлился, и ты бы просто не жил у меня, ты бы ушел. Ну, то есть, если бы ты приехал с настроем веселиться, ты бы нашел здесь, где веселиться. Типа, я потерял свой скилл веселиться. Вот, знаешь, есть этот сеньорский... Типа, у Тёма, сейчас, секунду, типа, у Тёма когда-то был скилл веселиться. Да, я люблю его. Тёма для наших телезрителей, точнее, у Тёма это тот чувак, с которым ты приходишь в компанию, и к тебе со временем подходят разные люди и такие, а почему Тёма меня ненавидит, почему Тёма такой недоволен. А это он веселый. Это правда. Ну вот, у меня было настроение пойти на тусовку. Знаешь, есть в Белиси сеньорские негрони, Миша проводит, да, регулярно. А, конкурентом моим ходишь, нихуя себе. То есть, вместо того, чтобы честь по чести, 100 баксов мне заплатить, пошел на какие-то бесплатные сеньорские негрони, где все лучше, чем у нас. Ну, заявись, бэй. Ну, типа, смотри... Я пойду на... Помнишь, есть второй Артём Малышев, который твоя точная копия? Да. Ну, пойду с ним подкаст-хуйну тогда. Про Пайтон. Про Пайтон. Про Пайтон. Про бесконечную шутку. Не, ну смотри, у вас раз в год проходит и стоит невероятных бабок, и надо там приезжать куда-то далеко. А тут каждую неделю у меня прямо у дома на районе и бесплатно. И я такой, ну, пойду посмотрю, что там такое. Ну, подожди, подожди ты, подожди меня ругать. Я сейчас жду к конкурентам подпорчу немножко. Но я пришел на сеньорский Негро. Не знаешь, где она приходила? В Граде? Вот три... Нет, давай я так. В кальянке, блядь. Не. В кальянке. Ну, то есть ты приходишь, а там типа вот кальяном все затянуто. Вот ты заходишь внутрь, и там вот ты кальян. У меня, естественно, сразу же просто болит голова. И я такой... Болит душа? Нет. Душа еще сидит. Ну, ладно. Про душу не буду. Но я зашел, посидел там 15 минут, с кем-то поздоровался, и такой, я ухожу. И я пошел домой. Ну, то есть, понимаешь, тусовка не удалась. И, конечно... Те узнавали там, наверное, еще досаждали тебе. Да нет. Нет. Я не знаю. У меня вообще, ну, то есть, нет такого, что меня вообще кто-то узнает. О, меня недавно узнали очень забавно, при забавных обстоятельствах. Я уже рассказывал когда-то, по-моему, в аэропорту, что в Ивановском, какой-то, какой-то меня узнал. А тут я же хожу в зал. Это как про Англию. Помните, я все время вкидывал? Я теперь буду все время рассказывать, что я в зал хожу. Вот. Так вот, я хожу в зал. И, короче, выхожу я, значит, из бани в полотенце такой накачанной. В общем, я же в зал хожу. И чувак просто такой пиздец огромный, просто такой поворачивается и смотрит на меня такой. Я такой, ну, бля, я так к нему приближаюсь. И он смотрит и смотрит на меня. Вообще, ну, типа, я бы не сказал, что он хоть как-то связан с IT или что-то. Он такой, извините, вы ведь занимаетесь подкастом и обречены. И прямо, он огромный, бля, очень злое лицо. И он... Но говорит очень интеллигентно. И он мне опять рассказывал, как ему сильно нравится, как он смотрит. Вообще спрашивал, как у вас дела и все такое. А я думал, ты такой, ну, да, и он тебе просто срочно прописывает. Подводка, крюк. Ну, это приятно. Помнишь, тебя все узнавали из-за... Ты был в Мэе обречены, и тебя там все узнавали из-за пазла-энглиша. Да. Опять ты это сказал. А это можно, кстати, посмотреть на все твои пазл-энглишевые штуки? Да, наверное, можно. Мне кажется, да. То есть, если сейчас погуглите, Антон Комаров позвонит, что там вылезет куча уроков. Ну, я не уверен, что прям типа по имени-фамилии, но если на их ютубе порыться, наверное, где-нибудь, там будут уроки, которые я веду, да. Стыдно тебе? Нет. Я вот в этой своей истории, когда я капитально прибухнул последние пару суток, где-то в промежутке я поехал в торговый центр покупать подарки. Но так как тогда я ехал не встречать семью, я поехал на такси. И, короче, меня встретил подписчик в торговом центре, а я, ребят, я был просто, ну, типа, полностью белые глаза, поэтому в торговом центре вот так шатался. Я, короче, зашел в супермаркет, купил там ром и колу и прям вот на кассе пробил, и вот так вот перелил, прям вот на кассе и ходил с этой бутылкой. И вот меня там узнали. И я такой, типа, и убрел. Убрел хороший. Убрел, да, да. Так же, это не всегда хорошо, что тебя узнают. А насчет любви к тусовкам тоже появилось странное хернее. Я тут устраивал вечеринку у себя на вилле, и, короче, я просидел. Я же живу на вилле, кстати. Уточню. Я, по сути, всю вечеринку просидел в комнате просто с одним чуваком пиздели, а все остальные вот ходили по моему дому, купались. Так, а это классика, это классика. Вот когда ты в кино смотришь про короля вечеринок какого-нибудь, да, про чувака, который супертусовщик, который очень много бухает и все проще делает, это же частый сюжет, где он такой просто, у него просто по дому ходят незнакомые люди, ему важно, чтобы в доме был движ. Хотя он сам в нем участвовать не собирается, важно, чтобы дом жил вот этим. Джейси Пинкмана так было. Ну, вот типа того, да. Да, кстати, дисклеймер. Чувак, из зала, если ты смотришь, возможно, у тебя не было злое лицо. Скорее всего, у тебя его не было. Это просто мое кривое восприятие. Так что все круто, в зале увидимся. Сильно не серчай. Чувак из зала. А из какого зала, братан? Уж не того ли, в которой ты похаживаешь? Который я похаживаю два-три раза в неделю. Да, какой молодец. Я себе это перестроил расписание так, что я теперь смогу, у меня вот есть, ну, зал для бокса, прямо в двух шагах, и я смогу через день туда ходить или не ходить на общей тренировке. У меня есть друган, который будет детей возить. Вторая дочь школы идет, мужики. Вторая нахрен дочь идет в школу. Пиздец просто. В ту же? М? В ту же? Отдаешь? Да, в ту же. Буду вот возить их с утра, они в одинаковой форме будут садиться, и я буду возить их в эту дурацкую школу за вторую дочь. Они такие, а, у тебя появился еще один ребенок, мы как раз подняли цены на две тысячи долларов. Сука. Восемь косарей, блядь, высрал, ну вы прикиньте. Это в год надо? Нет, это, короче, там очень большие взносы начальные. Ты очень дохуя платишь за логи, какую-то еще херню, за форму, за книги. Прям вот это вот, типа, вступительный взнос. Вот. Чудом, короче, нашел бабки, все, и теперь у меня две дочери учатся в школе. А я тут, типа, я такой, ментально мне еще, типа, 18. Я такой, а что, может, я так к пацанам в гараж пойти побухать? Ну, капец. А что, кстати, у второй в классе, какие вообще это, как это называется, одноклассники по национальности? Много разных? А все, все вообще реально. То есть у них, они еще, короче, так перемешивают специально, чтобы не было каких-то преобладающих. То есть, словно, трое русских, двое корейцев, трое тайцев, два англичанина. И все на английском, типа, преподается, да? Да, да, и при этом, ну, кроме тайского, тайский на тайском, при этом там, типа, сильно мультиязычно, и у них по три языка они изучают английский, какой-то по выбору и тайский. И очень клево было видеть, как, короче, дочь адаптировалась первая, как она первые, там, ну, месяцев восемь вообще не справлялась, а потом просто... и все вообще нормально. Вот. А вторая сейчас только пойдет. И я надеюсь, они там будут коннектиться друг с другом как-то, и полегче будет. Ну, у них не школа, они там кайфуют, они такие, ты везешь, они такие, мы не хотим в школу, потому что там сегодня нас заставят купаться в бассейне. Ты такой, ну, ты малая, охуела ты, блядь. Я не хотел идти в школу, потому что, а, меня пиздят школьники по дороге, б, учителя скажут, что я охуел, ц, блядь, они заставят меня ебашить. Просто... А, 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 это вот эти кастрюли, из которых чай тебе половникам наливают, если это можно так назвать. Вот. И при этом ты идешь еще же обратно из школы, тебя опять пиздят гопники, а потом ты еще ебашишь домашние, я задаю, у них нет домашнего задания, а они типа такие. Проектные там, наверное, да, всякие штуки. Это круто, кстати. Я вспомнил, наши школьные туалеты, помните наши школьные туалеты? О, ты в какой-то козырной школе учился, ты, наверное, такого не был. Не, на тот момент, когда я там учился, она не была козырной 33-й школы, и у нас не было разделителей. Не было. Да какие там, ты заходишь в туалет, там 50 человек курят. В каждом туалете. А, ну, на столько не было. В каждом туалете. Просто ты заходишь, ты весь, ты там пассать даже нельзя, ты не можешь протисывать к унитазу, ну, и потом, как ты будешь это делать, когда все облеплено просто людьми, которые курят. И это так, каждый туалет на каждое перемене. Пацаны, Apple нанес ответный удар, и iPhone все это время не заряжался. Корпорация Apple по необъяснимым причинам ненавидит наш подкаст. Вы пока попиздите, это 5 минут, что-то. А что он в смысле у тебя? Ну, ладно. У нас, знаешь, как они вышли из этой ситуации? Ну, я не знаю, как вышли, не вышли, как школа строилась изначально, я не это, не знаю, как она проектируется, но у нас все туалеты были, она была квадратная такая, школа у нас, ну, и сейчас есть. И, короче, замкнутым вот таким квадратом, по нему можно было так уходить, квадратами. И, короче, туалеты находились не в каких-то отдаленных уголках, они все время находились рядом типа с кабинетами, какими-то то, с типа завучами какими-то там, типа, знаешь, через две двери, то где-то, где обязательно много там каких-то уроков проходит. Поэтому у нас как будто бы не было такого, что если люди курили в туалет, потому что это, ну, как бы сразу выкупалось бы и приходили бы давать пиздец. Так все знали, что курят, ну, типа, ну, ты понимаешь, что нельзя курить в туалете в таком промышленном масштабе, и чтобы это было неизвестно. Ну, типа, запах-то стоял на весь коридор, не то, что в туалете, ну, школа была прокурена вся. И знаешь, в чем прикол, что если тебе не хотелось идти курить вот в этот ужас, то у нас были подвязы с техничкой, ну, с уборщицей. Мы к ней подходили, брали у нее ключ, и она нас пускала в свою коморку, и можно было курить там. Или к ОБЖшнику. ОБЖшнику тоже можно было прийти, попросить у него ключ от его коморки, и пойти у ОБЖшника в комнате, где противогазы хранятся, там покурить. То есть это такие вот... У меня препятствия были устроены. При этом в туалете у нас особо не курили. Типа, за это раздавали пиздюлей. И надо было выйти на Улку. Но Улка была перегорождена охранником. Напомню, я пиздюком выебывался. Я такой, вы не имеете права меня не выпускать. Я живу в... У меня есть право ограничивать мое право передвижения. Пошел вон отсюда. Знаешь, где у нас нельзя было курить шпыль? Вот пиздюлей давали, но только в одном месте. У нас как бы школа-то же, она трехэтажная, и на третьем этаже учились все эти первые, третий классы, дошкольники, мелкие. И вот ходить на третий этаж курить очень заманчиво. Потому что там, ну, нету таких толп, да? Но если ты там покуришь, там тебя могут, конечно, за шкирку и иди на своем этаже курить. Ну, ладно, кстати, видимо... Видимо, у нас была все-таки мажорная школа. Даже тогда в чем-то. Потому что... Кстати, там был бассейн. И тогда он был доступен для всех. То есть сейчас в этой школе бассейн типа отдельная, как существующая такая штука, типа спортшкола. А тогда у меня до пятого класса было типа плавание. Ты посмотри на этого ферзя. В уроках. А еще у нас стоял аппарат Кока-Колы. Ты посмотри... Получается типа конец девяностых. Да, она не была козырной вообще. Я так скажу. Из него люди вышибали банки, просто ногами по нему били и попадали банки. В компании из трех человек всегда есть один, который весьма знатно охуел. И это не я в данном случае. Типа я не охуел. Артем, ты охуел? Я думаю, что я не охуел. Но все-таки высокий шанс, что я не охуел. Автоматы с Кока-Колой. Автоматы с Кока-Колой. Бассейн. Автоматы с Кока-Колой. У нас не была козырная школа. А что ты представлял тогда козырной школой в твои годы? Как ты ее представлял, козырная? Что там должно было быть? Ну, типа, шкафчики, как в американских фильмах. Шкафчики. Окей. Ты знаешь, у него в школе не было шкафчиков, он такой, ну, хуевая школа. Слушай, а у вас была такая хуйня типа президент класса? Нет. Премьер-министр, может быть. Суперинтендант. А у вас были вот такие, знаешь, куртки специальные, в которых футбольная команда в вашей школу ходит? Очень хотелось бы. Нет, конечно, нет. Нет. Но у нас был стол для пинбола. Да, Антох, ну, тогда и правда школа не очень у тебя была, конечно. Стол для пинбола. Стол для пинбола. Охренеть. У нас тоже был автомат, автомат выкатывания тебе пиздюлей из-за того, что автомата Калашникова у нас не было. Ну, в смысле, не было? Ну, у Божешника, наверное, мы лежит и лежали? Нет, даже мы лежи не было. Ну, а на чем вы учились их собирать и разбирать тогда? Мы не учились их собирать и разбирать. У нас тоже не было такого, кстати. Ну, пацаны, вообще, я не знаю, в жизни учили в школе вообще. А вам готовили девушки на уроках труда еду, которую надо было есть? Да, да, нам готовили. Конечно, да. А мы для них напильником вытачивали детали. Я вот сейчас, может, это, карамольную штуку скажу, ну, вообще, было заебись. Ну, типа, было заебись. Ты, представляешь, к одноклассницам они тебе говорят, вот, ебись от меня. Я такой, ну, ладно, посмотрим, как ты заговоришь, когда тебя заставят готовить мне еду женщину. Я вот эту деталь выточил на токарном станке, блядь, потрудился, нахуй, где борщ? Но я вам уже рассказывал про свои уроки труда однажды. Вы попросили меня это вырезать из подкаста. Да, блядь. Ходить могу еще раз сказать. То есть, представляешь, вот вы, да, вот два мерзких, циничных человека, которые вообще ничего не стесняются, да, вот вы это послушали и сказали, Тёмно, это перебор. То есть, чтобы вы мне сказали, что это перебор... Подожди, я уточню, что я не согласен с тем, что мы два мерзких, циничных человека. Это бы чисто твоя какая-то идея. Ну, слушай, это... Я добрый, чувственный, любящий мужчина. Это ради конфликта персонажного такого, знаешь. Вот, видите, Тёма в любой хуйне может арку построить. Хуя сразу, интересно, да? Я вот типа... И вам бы построить, если бы купили этот. Курс, не курс, а медиа-кейс по визе талантов. Да, подайте заявку на медиа-кейс для визы талантов. У вас какая-то говновая история с ОБЖшником была, придёт Артём. Хуяк, персонаж, злодей, яма, наставник. Бам-бам-бам-бам-бам. Весь мир читает историю. Весь мир читает про то, как трудовик вам переписывал ваши компоненты на реакции. Да, и без спермы на столе. Бля, чувак, ну это реально перебор. Ну не надо. Да ладно, ладно, не буду. Да, кстати, у нас же есть, значит, эти самые площадки, куда мы выкладываем для донатёров никогда ничего. Так вот, в связи с этим мы хотим продолжить ничего не выкладывать. Никуда. И это... Короче, я подумал, что вот вы все с нами уже достаточно долго. Кто-то, может быть, уже даже и вообще сколько уже? Четыре года, да? Четыре года. Может кто-то меньше, но... Да, я уже почти пять. Но, короче, недавно я подсмотрел такой способ донатов в Телеграме, который называется Tribute Bot. Там есть такой чат-бот, видимо, или просто бот. Наверное, просто бот, да, называется. Который называется Tribute. Суть его в том, что, типа, он даёт возможность тем, кто хочет тебе задонатить, задонатить тебе просто так, ничего за это не получив. Ну, и с ровным счётом ничего. Это просто потому, что он хорошо к тебе относится. Там есть возможность донатить с карт банковских, банковских, и банков РФ в том числе, и с кошелька, с ТГшного крипт-кошелька. И хочешь сказать, что нам там уже можно задонатить? Ну, вот сейчас уже да. Да? Когда это видео вышло, я думаю, да. Фил, как ты считаешь, смотрят ли нас потоками бабла? Ну, потоками... От благодарных зрителей. Все всегда хотели нам задонатить, но никак не знали, как это сделать просто. Я думаю, из-за этого всё было. Вернее, они думали, что... А у них ничего не получится. Они не смогут этого сделать. Не смогут? Ничего не выйдет. Они не разберутся с интерфейсом бота. Они найдут лишь 20 баксов. Не знаю, нет, мне кажется, нет. Нулевой шанс. Ну, типа, кто нас смотрит? Вы думаете, у них есть какие-то деньги? У них нет никаких денег. В общем, если у вас нет никаких денег, то проходите по ссылке в описании. До новых встреч! Всех встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok